Большой всем привет дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале! Сегодняшнее видео будет влоговым Хочу показать вам некоторые свои готовые работы Это будут блокнотики Хочу полистать с вами вот эту стопочку Папок для тиснения Ну и еще кое-что интересное покажу, расскажу Если вы любите видео такого плана То запасайтесь чаем Либо же доставайте свои скраповые штучки Если вы любите работать под видео И оставайтесь со мной Начну я свое видео, пожалуй, с блокнотиков Этот блокнотик вы уже видели Я показывала видео о покупках И там я показывала вот эту ткань И, соответственно, блокнотик Который уже из этой ткани у меня готов Поэтому на нем я останавливаться не буду Также я сделала еще два блокнотика Таких бюджетных Из готового блока И они вот такими вот у меня получились Здесь у меня такая чудесная тканюшка И, кстати, это даже не ткань для творчества Это была такая декоративная салфетка Очень классная Я ее как-то купила в одном магазине И использовала ее Уже использовала для блокнотов Ну и сюда она также мне подошла Очень мне понравились эти рыбки В общем, такая миленькая тема Здесь у меня такой маленький брат с котиком Здесь чепорт воздушный змей Надпись блокнот И вот такие вот пуговки Этот блокнотик у меня в наличии И также еще один блокнот, который я сделала Из готового блока Это с такой темой Англии Когда-то тоже давненько я уже покупала эту ткань И тоже вам ее показывала Этот блокнотик уже продан И скоро отправится к своей новой хозяйке Вот такой вот он с минимальным декором Тоже очень давно вот этот брат с губки у меня лежал И, наконец-то, нашла я, куда его применить И еще один блокнотик Это вот такой вот блокнот Как блокнот рукодельницы Тоже на моем канале было видео с подобным блокнотом Но чем интересен именно этот блокнот У него аж 200 листов То есть он вот такой вот пухляш получился Сделала я его на заказ Закончила буквально сегодня утром И также сегодня он уже отправится к своей хозяйке Поэтому быстренько вам показываю И буду его упаковывать Для оформления этого блокнота Я использовала кружево Здесь несколько его видов Вот такие вот ножнички пришиты Также здесь есть вот такой готовый фабричный цветок Также добавила я сюда две вот такие вот самодельные гортензии Из ткани Очень также они такие нежные получились Которые я делала из остатков ткани Тильда И также добавила сюда вот эту вот вырубку Это мой новый ножик Который буквально на днях пришел мне с Алиэкспресса Вот так выглядят эти ножики Они небольшие Честно говоря, мне почему-то казалось, что они крупнее Но в принципе этот размер оптимальный Для открыток и для каких-то таких небольших работ Прорезают на ура с первого раза Хотя на моей машинке редко что получается с первого проката Но вот эти вот листочки Они замечательные Если нужна ссылочка, я оставлю под этим видео Они недорогие Но, кстати, я их уже как-то один раз заказала У этого же самого продавца И мне не пришло ничего Там я заказала 3 или 4 ножа И ни один мне не пришел А вот буквально недавно Я решила попробовать еще раз И у этого же самого продавца Заказала только вот этот набор Состоящий из двух вот этих веточек И пришел мне очень быстро Ну, буквально там, по-моему, за 3 недели Также уже покажу, как я храню ножики Именно ножики алиэкспрессовские Так как приходят они в таких пакетиках И лежат они там не очень удобно Правда, пока, конечно, система моя несовершенна Потому что у меня здесь вот эти самодельные пластины магнитные Они одна на одну лежат И я не знаю, но, может быть, это и тупит ножи, которые соприкасаются с пластиной Не знаю Поэтому нужно будет их положить в какие-то пакетики, наверное Или в какие-то файлы вложить И в таком виде хранить Вот так вот у меня один, второй Но надо сделать еще Потому что эта салфетка сюда, кстати, не очень хорошо влазит Но пока у меня разместилось все, что у меня есть именно с алиэкспресса Когда будут добавляться ножики, то я обязательно сделаю еще одну пластину И туда уже буду прикреплять остальные В принципе, очень удобно Не надо по пакетикам искать А так оно здесь все сразу и на виду Хочу также поделиться с вами своим очень-очень большим разочарованием Также заодно спросить вашего совета Подруга на день рождения подарила мне вот этот дырокол угла Который, по идее, должен скруглять уголки В принципе, так как она не разбирается в этих всех скраповых вещах Она спросила моего совета Так как нужно было выбрать что-то недорогое Ну а как недорогое, да? То есть, в принципе, он стоит где-то там в пределах 200 гривен, немножко меньше Я нашла вот этот скруглитель на сайте скраплавки Так как у Лены была распродажа Это уже об этом я говорила в предыдущем видео И моя подруга там заказала И она живет в Киеве Поэтому сама забрала этот дырокольчик И прислала мне его почтой И первое какое разочарование, с которым я столкнулась Это этот дырокол вот так вот не нажимался Я его уже крутила, уже по-всякому открывала Ну, я не могла понять, что здесь не нажимается На самом деле, есть там какая-то металлическая такая пластинка внутри Которая, судя по всему, стоит либо не на своем месте Либо он просто бракованный Но она периодически соскакивает И становится как раз в этом месте прорези И, соответственно, дырокол не нажимается То есть он нажимается буквально через раз То есть раз нажимается, раз не нажимается При том, что в таком виде я его достала из упаковки И вот, что я вам скажу, я не помню Вот была заклеена упаковка вот этим таким, знаете, кругленьким стикером Либо же это я его распечатала И либо же он не был заклеен Но у меня такое ощущение, что заклеенный он не был И поэтому теперь я, честно говоря, вообще сомневаюсь А новый ли этот дырокол в этой упаковке Кроме того, что он там заедает Он еще просто ужасно режет уголки Если можно сказать, что он их вообще режет Во-первых, у него тут скругление написано Пятерочка, здесь 5 мм Вот я вставляю вот очень тоненькая скраб-бумажка Я даже не знаю, какая-то у нее плотность Во-первых, я даже не знаю, как им пользоваться Он вообще ничего не скругляет Не знаю, какие титанические усилия нужно приложить Сколько раз нужно придавить Для того, чтобы получилось вот такое небольшое скругление И это при том, что это тонкая бумага И, естественно, какие-то... Вот я нажимаю, и вообще ничего не скругляет Какие-то масштабные... Вот, ничего... Ничего не получается Масштабное количество каких-то работ делать Те же подложки для фото скруглять Которых там нужно штук 100 Да, и каждой подложке 4 угла Это вообще невозможно Вот, он не работает Он просто не работает При том, что в таком виде он ко мне и пришел Я не знаю, может, у кого-то из вас есть такие скруглители? Как они работают? Поделитесь, пожалуйста Потому что, честно говоря, я очень расстроилась Я понимаю, что самым лучшим вариантом, наверное, было бы взять скруглитель Вот такого же плана, как Acropodile От We Are Memory Keepers Вот, но исходя из того, что все-таки стоит он дороговато И, ну, пока я не могу себе позволить такую покупку Вот, и взяла вот это И, в общем, точнее, ну, подруга мне купила Но все равно я ужасно разочарована Также Лена мне дослала Точнее, через мою подругу Передала вот эти эпоксидные наклеечки Которые она мне забыла положить в заказ Что касается папочек для тиснения Я показывала вам видео, в котором рассказывала и показывала Ножи для вырубки, которые пришли в американских благотворительных посылках Об этих посылках я уже неоднократно говорила Кто не видел эти видео, то, пожалуйста, смотрите Потому что повторять одно и то же каждому очень сложно Потому что вопросы соответствующие поступают Я тогда написала, что не было там папок для тиснения На самом деле, там только две папочки я показывала или три Но недавно, перед тем, как я готовилась к рождественским мастер-классам с детьми Я залезла в эти коробки, которые я отложила для дома одинокой матери И для мастер-классов И, собственно говоря, о чудо наткнулась там я на вот эти папки для тиснения Которые я, просто говоря, пропустила Я их сейчас здесь все смешала Здесь и те, которые сестра присылала раньше И те, которые вы уже, возможно, видели В общем, все вместе И поэтому я сейчас вам их все покажу А также мне, конечно, будет интересно, чтобы вы поделились своим мнением Насчет того, насколько часто вы сами используете папки для тиснения Используете ли И какие варианты применения для них существуют Потому что в моем представлении Папки для тиснения Больше всего они нужны Либо для создания пригласительных Какой-то такой свадебной продукции Либо же это открытки в стиле Clean & Simple Потому что, ну, как-то, честно говоря, очень мало куда я себе могу представить Применение этих пластин Вот так вот подложу сюда скраб-бумажку Здесь такое очень красивое тиснение получается в виде цветов Такой цветочный фон Очень красивый, растительные мотивы Просто замечательный Это пластиночка от Cuttle Buck Также вот такой вот шеврончик Вот эти ромбики Я вам их показывала Я их применяла, кстати, в своем свадебном альбоме Делала там такое тиснение на клапане карманчика Так, про эту пластиночку я скажу чуть позже Здесь такие вот сердечки Я уже, честно говоря, просто не помню Какие из этих пластин сейчас пришли А какие пришли раньше Вот такая вот пластинка Тоже Cuttle Buck И делает она тиснение в виде домино Вот взяла бумажечку немножко потемнее Чтобы было хорошо видно узор Далее снежиночки Их я вам уже когда-то показывала Вот эти кружочки Также они уже давно у меня есть Далее Вот такое вот тиснение в виде рамочки Но вот опять-таки Кроме как на открытке Clean & Simple Я больше не представляю Куда можно применить Далее вот такая вот запечатанная еще папка Очень красивое угловое тиснение Такие бабочки, завитки Следующая папочка Снова растительные мотивы Вот так вот подложу Также тиснение я использовала Для вот этих открыток Которые мы делали с детками Так как я в основном там Для основы открыток использовала Cardstock Для того, чтобы этот Cardstock Не выглядел как бы таким Ну безжизненным, однотонным Я на нем ставила тиснение И мы делали такие подложки С тиснением на наших открытках Ну в принципе это же такие были открытки Очень простенькие, детские Вот сердечки Это тиснение также у меня уже давно Вот это вот одна из новых папочек Вот такие вот интересные цветы получаются И кстати я сделала тиснение На вот таком вот Cardstock И посмотрите как она протиснила Она, папка просто прорвала Вот здесь картон Поэтому я думаю, что для тиснения Нужно использовать что-то потоньше Чем Cardstock А вообще цветочки очень симпатичные Мне кажется, в принципе Их можно даже повырезать Вот так вот по контуру И где-то использовать в работе Далее вот такие вот Три папки Они делают вот такой вот Узкий бордюр Такие папки уже есть Точнее вот эти две у меня уже есть Ими я пользуюсь И также к ним есть соответствующие ножи Ну а вот эта вот папка с сердечками Это как бы третья получается в таком наборе Далее вот такие вот березки Или не знаю, какие-то деревья Вот они очень симпатичные Но куда их применить? Не знаю Вот такой вот еще фоновый Тоже это, по-моему, из старых папок Очень красивый такой орнамент По рамке идет с пуансетий Так, из старенького также Листочки, завитки Вот это, кажется, новое Вот такое вот очень интересное тоже узоры Далее папка Текстура дерева Такая морская волна Узкий вот такой бордюр, кстати, тоже очень симпатичный Вот как интересно он получается В тисненном виде Далее вот такие вот деревья Тоже ума не приложу Куда можно применить такую папку Такие квадратики В принципе, я думаю, может быть, даже и для работ в стиле микс-медиа Вот эти вот дуванчики мне очень нравятся Но, в принципе, они очень такие самостоятельные Вот такой вот Как-то геометрический орнамент Далее вот такие вот красивые цветы Такая вот папка Снова завитки Их две оказалось И еще одна вот такая И также хочу особое внимание обратить на Вот эти вот две папочки Так как они очень интересные Они делают не только тиснение, но и вырубку Сами папки такие металлические Выглядят вот так И здесь, кроме тиснения Также еще есть и нож Который вырубает контур В принципе, получается все очень красиво Как видите, у меня уже они были в работе И немножко плохо я почистила Но вот из-за того, что Сами тисненные элементы Также сделаны из металла То бумага прорывается Я сейчас вам уже не могу показать пример Потому что у меня нет этой вырубки Не хочу сейчас ее снова делать Вот в некоторых местах Где должны идти просто тисненные завитки Появляются дырки на бумаге Вот это, кстати, вот тоже такой нюанс Я не знаю, сталкивались вы Работали вы с такими папками или нет Если да, то может быть подскажете мне Какие-то особенности работы с такими рамочками Еще одна вот такая вот Она очень большая Я хотела, честно говоря, применить ее Для новогодних открыток Но она такая действительно очень большая То есть нестандартного формата Хотя, безусловно, очень красивая Еще один набор загадка Который я нашла там в материалах Из этих посылок Это вот такая вот двусторонняя пластина Для тиснения различных новогодних Таких рождественских мотивов И вот такой вот инструмент Здесь три вот таких вот металлических шарика И само основание, в которое они входят Вот так вращается по кругу Здесь такое место, так подозревают Для того, чтобы этот инструмент держать Ну, в принципе, никакой инструкции здесь не было Но я предполагаю, что Его нужно Как-то так использовать Но, честно говоря, он просто царапает бумагу И толком тиснения не получается То есть здесь что-то такое слабенькое Слабенько-слабенько Вот что-то слегка прорисовывается Но опять-таки Бумага сильно царапается с обратной стороны И, в принципе, с лицевой стороны тоже Вот эти процарапывания видны Если вы знаете, что это за инструмент И как правильно им пользоваться То тоже, пожалуйста, напишите мне в комментариях Я буду вам очень признательна Еще хочу показать вам вот такие вот Интересные наборы маркеров Первый, ну, действительно Очень интересный набор Который я еще толком не опробовала Это маркеры для имбоссинга В принципе, здесь написано Что их нужно использовать Вместе с прозрачной пудрой для имбоссинга Либо же с металлизированной Так как у меня нет прозрачной пудры Я решила попробовать золотую Для того, чтобы делать имбоссинг Не нужны чернила То есть маркер сам по себе Он такой влажный Получается, вы наносите маркером Необходимый рисунок Либо же закрашиваете чипборд Сверху присыпаете пудрой И запекаете То есть чернила здесь не нужны И цвета здесь, конечно, такие яркие Очень интересные, красивые Но я использовала золотую пудру И золотая пудра полностью перекрывает Цвет маркера И его совершенно не видно Поэтому я думаю, что все-таки, конечно Нужно использовать прозрачную пудру И тогда этот цвет будет виден Вот, просто сейчас немножко покажу То есть рисуют они, как обычные маркеры Абсолютно И в принципе, даже Вот так вот пальцем Маркер не берется Цвет не берется Но пудра к нему прилипает В принципе, это я уже пробовала Действительно, пудра хорошо прилипает Надо будет их еще Опробовать, когда у меня появится Прозрачная пудра Ну и также, так как мы с детками Делали открытки рождественские Мы раскрашивали штампики То я использовала Вот эти маркеры Брала с собой Брала с собой Также различные гелевые ручки Которые тоже Такой большой пакет нам прислали И вот эти вот маркеры Они очень интересные Тоже делают разные интересные эффекты Ну вот, например Есть вот такой вот набор С металлическим эффектом С металлизированным Напишите мне также, пожалуйста Используете ли вы маркеры В своих работах И что вы с ними делаете Это кроме раскрашивания, конечно же Штампов Но вот, в принципе, здесь Особого металлизированного эффекта Кстати, и нет Вот Такой здесь просто Оранжевый цвет Двусторонний И не знаю, что еще Можно маркерами делать Кроме как раскрашивать штампы Очень напоминает Обычные фломастеры Но правда, конечно, рисуют Красиво Нет, небольшой такой, конечно Металлический эффект присутствует Но Заметен он Слабовато Вот это вот тоже Интересные Маркеры Здесь получается Красивый Такой след Кстати, написано, что Они, да, специально Для скрабукингов Для дневников Для фотоальбомов И для Памятных книг Вот этот серебристый Уже подсох Ну, так как нам их прислали Я уже говорила И там не все Материалы были новые То есть Часть материалов Было просто Что рукодельницы Скинулись Как бы кто чем Не пользуется И прислал Этот тоже Плоховато рисуют Золотистый Такой тоже Немножечко Легкий Перламутровый эффект Есть В принципе Оттенки красивые И этими маркерами Я раскрашивала Открытку с щелкунчиком Тоже уже ее показывала И еще Один набор Здесь нет, правда Картоночки Которая Показывает Содержание набора Это называют Маркеры Каллиграфии Маркеры Я так подозреваю Для Каллиграфии То есть Носик у него Такой Широкий И плоский Конечно Каллиграфия Это не мое Я это делать не умею Ну Так тоже Очень интересный Получается Эффект Так что Вот такие Вот интересные Маркеры Это Просто я обещала Показать Чем я раскрашивала Свой штампик С щелкунчиком Который у меня был На рождественской Открытке Спасибо всем Кто досмотрел Это видео До конца Я на сегодня С вами прощаюсь Скоро Снова увидимся Пока Пока Пока